Сегодня в гостях программы «Больной вопрос» врач-дерматолог Яна Ружанская. Поговорим мы о таких заболеваниях, как купероз и розация. Многие считают, что это, в общем-то, одно и то же. Яна Леонидовна, это правда одно и то же? На самом деле, да. Купероз – это первая стадия розации. И купероз может быть началом более серьезных заболеваний кожи сосудистого генеза. И вот именно об этом мы сейчас и поговорим в студии нашей программы. Вы смотрите «Больной вопрос» на ТВ21+. С вами Янина Морозова. Сегодня говорим о таких распространенных проблемах кожи, как купероз и розация. На первый взгляд, эти заболевания похожи настолько, что их и различить невозможно. А самостоятельные попытки лечения нередко приносят не долгожданное облегчение, а вред. В чем же все-таки разница и можно ли одолеть эти недуги? Мы спросили у врачей и расскажем вам в сюжете. Красные пятна, сосудистая сеточка, покрасневшие бугорки, а иногда даже зуд и покалывание. Все это симптомы проблем с кровоснабжением кожи, говорят врачи. Купероз – начальная стадия розации, сбой капиллярного кровообращения. Характеризуется появлением сосудов на поверхности кожи. В начале процесса они могут быть едва заметны, а в более запущенной стадии сосудистая сетка становится все ярче. Происходит это из-за того, что застой крови приводит к истончению стенок капилляров. Они становятся ломкими. Если вы заметили, что у вас наблюдается покраснение на перепады температуры, на острую пищу, на прием алкоголя, лучше обратиться к дерматовенерологу. Можно провести дерматоскопию, уточнить, что за фототип у вас у дерматовенеролога, потому что первый и второй тип по фицпатрику болеют наиболее часто. Чаще всего купероз проявляется на лбу, на крыльях носа, на подбородке и щеках. Долгое время проблема может быть малозаметной и не доставлять никаких неудобств. Но если сосудистые нарушения усиливаются, это повод обратиться к врачу. Стоит помнить, что розация – хроническое заболевание кожи, которому подвержены 10% населения планеты. Наиболее часто болеют женщины, но мужчины также болеют, меньший процесс, но болеют тяжелее женщин. При розации, естественно, нужен постоянный контроль, обследование смежных специалистов, наблюдение дерматовенерологов. Своевременное обращение – половина успеха, говорит Светлана Чугаева. Было время, когда любой перепад температуры вызывал у нее покраснение. Ощущения не самые приятные. При посещении бань-саун, когда выпьешь горячий напиток, чай, в теплое помещение зайдешь с улицы в холодное время года, то есть у меня всегда краснело лицо и появлялись сосуды. Назначили лечение, инъекции, капельницы, процедуры делала, и криотерапию, Дарсонваль назначали. Ну, разные процедуры, да, то есть мне хорошо помогли. В лечении розации необходим комплексный подход, говорят доктора. Ведь проблемы с кожей часто не возникают сами по себе. Кожа, которая, к слову, самый крупный орган человеческого тела, реагирует на то, что происходит внутри. В нашем организме все взаимосвязано. Повлиять на кожу может даже присутствие хеликобактер пилори. Это инфицирование хеликобактер пилори, бактерия, которая живет в желудке и в процессе своей жизнедеятельности повреждают слизистую желудка, инициируя воспаление, выброс биологически активных веществ, которые влияют на сосудистую стенку, и проявляется это на коже высыпаниями. Чтобы подобрать лучшую терапию, дерматологи сотрудничают с терапевтами, гинекологами, гастронтерологами, обследуют пациента. Не секрет, что кожные заболевания нередко проявляются даже после сильного стресса. Любые кожные проблемы могут быть спровоцированы, например, нарушениями вегетативной нервной системы, если мы говорим о нервной системе, центральной нервной системе, нарушением работы желез внутренней секреции, нарушением работы желудочно-кишечного тракта. Летом наша кожа требует особого внимания, настаивают доктора. Ведь именно летом солнечные лучи воздействуют на нее сильнее, розация может обостриться. Поэтому так важно не пренебрегать средствами защиты. Причины возникновения розации до конца не выяснены. Чаще всего это наследственная предрасположенность. А это значит, что внимание к себе, своевременные обращения к врачу помогут сберечь красоту и здоровье на долгие годы. Самое главное не пытаться поставить себе диагноз самостоятельно и не заниматься самолечением, настаивают врачи. И купероз, и розация поддаются терапии, если процедуры назначены доктором и диагноз поставлен верно. Как же во всем этом разобраться, нам сегодня расскажет гость нашей студии Яна Ружанская, врач-дерматолог Мурманского областного центра специализированных видов помощи. Яна Леонидовна, но все-таки купероз и розация, они как-то ведут к повреждению сосудов или все ровно наоборот? На самом деле такого диагноза, как купероз, не существует. Это наше такое бытовое понятие патологии сосудов, каких-то телеоэнгиоктазии, сосудистых звездочек на лице. На самом деле купероз – это первая стадия розации. И главное не пропустить вот этот переход, потому что грань очень тонкая. И когда просто покраснение на лице, мы же раньше расценивали как признак здоровья – румяные щечки. А сейчас мы много знаем об этом, и все-таки это ведет к заболеванию, такому серьезному сосудистому заболеванию, как розация. Потому что нарушение питания кожи, оно здесь происходит за счет того, что меняется стенка сосуда, она становится не такой эластичной. То есть задача сосудистого русла – это доносить до кожи питательные вещества, кислород. И когда она не выполняет свою функцию, то есть вот эти сосуды, они лежат мертвым грузом в коже. И, соответственно, мы получаем невыполнение функции сосудов, которое ведет к нарушению питания кожи. Мы видим какие-то воспалительные проявления, сухость кожи, может быть, воспалительные элементы, папулопустулезные. То есть вот эта вот грань, она очень тонкая. Многие, особенно мужчины, относятся к этим проблемам чисто косметическим. А все-таки стоит ли их лечить, стоит ли обращаться к доктору, и, может быть, там нужен какой-то комплексный подход, обследование? На самом деле, на сегодняшний день мужчины так не считают. И пациент-мужчина в кабинете дерматолога – это не редкость. Но мужчины, если они приходят на прием к дерматологу, это самые лучшие пациенты, потому что они выполняют все назначения врача, они привержены к терапии. И если они что-то начинают, как правило, доводят до конца. То есть все так вот четко. А это важно, кстати, выполнять точно и последовательно все назначения. От этого зависит результат? Ну, на самом деле, своим пациентам я говорю, что успех терапии на 90% зависит от них. А врач только может помочь назначить терапию, потому что система, образ жизни, они очень важны. И когда пациенты порой получают те ограничения, которые необходимо соблюдать, они говорят, и что это в течение жизни нужно выполнять, я им говорю, что да. Но если они этого делать не будут, значит, мы будем чаще встречаться. Но все-таки питание вот в этом деле важно. Мне вот так интересно, бывает же, что там чего-то сладкого съел или копченого, и все на лице. Или нет? Или вот к этой проблеме, к розации, к куперозу, это не относится? Имеет значение, и причем колоссальное значение. Например, все продукты и напитки, которые усиливают микроциркуляцию. То есть, например, горячий чай, он вызывает покраснение. Но одно дело, когда это покраснение транзиторное и быстро проходит, а другое дело, когда оно сохраняется длительное время. То есть, например, к этому приводит неумеренная любовь к алкоголю, острая пища, пряная пища, посещение бани, сауны. Это все тоже сказывается на состоянии кожи и перепады высоких и низких температур. Вот вы говорили, что у жителей Заполярье больше сосудистая, больше сосудов. Это значит, что они больше подвержены вот таким проблемам с сосудами кожи? Или нет, нет корреляции? Это наши климатические условия, то есть ветер, холод. Мы, когда заходим из холода в тепло, соответственно, сосуды расширяются. И все-таки розация – это такое скандинавское, я бы сказала, заболевание. Это определенный тип пациентов, как правило, блондины с голубыми глазами, гельский фототип. Все-таки эти заболевания, так понимаю, надо лечить, надо обращаться к дерматологу. Какие существуют методики? Как это лечится? И лечится ли вообще? Современная дерматология очень хорошо умеет справляться с этим заболеванием. Но, конечно, поскольку повреждается сосудистая стенка, она теряет свою эластичность. Системное лечение, оно имеет основное лечение. То есть это препараты, которые мы инъецируем. Это могут быть ангиопротекторы, которые укрепляют сосудистую стенку. Это наружное лечение. Ну и, конечно, нужно понимать, что если сосуды появились на лице, они уже патологические, и они никуда не спрячутся. Их нужно удалять. А удаление происходит в настоящее время достаточно современными методиками. Это аппаратные методики, которые не повреждают кожу, а просто разрушают сосуд. Ну и, конечно, наверное, стоит иметь терпение, чтобы добиться всё-таки стойкого результата. Конечно, это очень длительный процесс, поскольку розация – это всё-таки ангионевроз. И высыпание локализуется преимущественно на лице, поражая социально значимую зону. Пациенты очень психологически лобильны, и они очень часто не верят нам, потому что заболевание часто обостряется. Не потому что мы не умеем его лечить, а потому что это природа заболевания такая. И мы пациентам объясняем, что бывает конституция такая. Конституция, например, к избыточному весу, конституция к повышению давления, например, к сахарному диабету, а здесь конституция к розации, к сосудистой патологии. И надо найти тандем с пациентом, нужно с ним очень много говорить, чтобы он вам поверил. Потому что приверженность к лечению, комплоентность, она очень важна. Если пациент, приходя в кабинет, не верит своему доктору, он должен искать того доктора, которому он поверит. И это очень длительно существующее заболевание. Фактически пациенты живут с этим всю жизнь. Поэтому нужно заниматься этим в течение жизни. И врач должен научить пациента, как с этим заболеванием жить. И вот от этих доверительных отношений, так понимаю, и зависит во многом результат, да ведь? Конечно, потому что заболевание, оно может очень часто обостряться. И когда пациент тратит очень много времени и сил, потому что это ограничение во многом, это система. И когда заболевание опять вновь обостряется, пациенты впадают в депрессию. Ну и тем более это поражается социально значимая зона. Спасибо вам, Яна Леонидовна, что пришли к нам сегодня в гости. Спасибо за ценные советы. Я думаю, что они пригодятся очень многим северянам. Спасибо. Вы смотрели «Больной вопрос» на ТВ-21+, программу, в которой мы задаем вопросы докторам, чтобы рассказать вам, как сохранить здоровье на долгие годы. А если у вас есть свои наболевшие вопросы, задавайте их нам по телефону редакции 400-870. Оставляйте сообщения в группах ТВ-21 в социальных сетях и пишите лично мне. Мы попробуем найти ответ. Оставайтесь всегда здоровы. С вами была Янина Морозова. Встретимся вновь через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова